здравствуйте геннадий вич добрый день приветствую родина я рад вас видеть давно не видел мы пропустили там после сказок у нас пропустила снег несколько мы недель прошли и события не отмечали у нас произошло ряд событий точнее даже не события а большое количество вдруг интервью образовалась на наших экранах многие дали уже свои оценки мы хотели бы оценки получить также и от вас но и первое интервью наверное хотели бы разобрать с вами это за сам наверное господина зеленского который отдавал в этом интервью сказал о том что на него было 6 покушений ермак упомянул что было там 10 или 12 покушений но мы помним такие же события и раньше гордон сказал что он там бегал с огромное количество из бушников собачками мы помним еще покушение на шефира а сегодня опять-таки новость очередная потому что якобы супруга буданова которая кушала в окружении его ребят отравилась какими-то неизвестными веществами что это за события череда таких покушений на наших лиц чем она ознаменовано так ли это все это миф или это наша реальность сегодняшнего дня ну ложь это наша реальность мы живем самом пожалуй на сегодняшний день лживой стране которая еще и отравлена войной и войной спецслужб со спецслужбами вот я вот это все могу объяснить только одним люди отравленные социальными сетями вседозволенностью доступом к горячительным и иным веществам начинают сходить тупо с ума мы живем в шоу-бизнесе и этот шоу-бизнес под названием война и когда ваши правители смотрят на войну как на шоу-бизнес то они скорее живут социальными сетями и слухами поэтому сочинить про 12 покушений про 6 покушений про 5 покушений ты знаешь эта история которую я слышал еще в марте месяце когда я приехал в киев и мы там работали я ходил там по соседству еще работал ресторан там где вот зеленский захватил правительственный квартал туда же ходят руководители страны там ресторане ходили слухи о диверсантах и меня тогда все время мучил вопрос хорошо диверсанты и люди в это охотно поверили более того люди начали в ресторане спорить о том были диверсанты в правительском квартале или не было и они доказывали что они были но когда я задавал вопрос вы лично видели вот лично вы или вы пользовались слухами социальными сетями или кто-то вам сказал а кто-то сказал тоже из социальных сетей я никак не мог найти выход на людей которые действительно что-то видели нашел одного по телефону он сейчас в швейцарии находится и он говорит я лично видел как расстреляли какую-то группу где-то там на городецкого и типа это были диверсанты но я ему задал вопрос ну ты же не видел это диверсанты это просто расстреляны и какие-то люди черт его знает кем как киреев которого убила сбу она владимирской за выстрелом затылок то есть это единственный случай смерти который действительно удостоверен киреев погиб которому потом присвоили оказалось что он в звании офицера гур работал то есть офицера гур по-моему он в районе даже генерала у него звание убивают из был и все молчат но также все знают что его убили а вот диверсанты где убитые почему не предъявили ни одного диверсанта почему публично не судили но раз 12 групп было обезврежено значит как минимум 12 трупов но это по старой версии но тогда я вспоминаю еще одного сказочника из администрации президента возведенного в рамс советника который говорил не только за три недели все закончим но и что он бегал по киеву и делал закладки закладки чего или может быть он из закладок что-то брал короче мы же знаем что когда творят шоу-бизнес часто надо работать и ночью и днем и иметь большую фантазию и эта фантазия часто бывает и под наркотическими веществами и вот у меня сейчас такое впечатление что мы живем галлюцинациями власти все кто находится на вершине власти начинают галлюцинизировать и придумывать и чем больше покушений ну по большому счету зеленский мог сказать 12 покушений раньше он говорил потом 5 каком-то интервью потом 6 по большому счету ему же докладывают правильно то есть вряд ли до него добралась хоть одна диверсионная группа во всяком случае мы сами находились правительством квартале и видим что там мышь не проскочит не то что диверсионная группа поэтому все эти рассказы я теперь уже подвергаю сумасшедшему сомнению и по поводу покушений но это позволяет спецслужбам наращивать свою значимость когда идет покушение на первое лицо это значит есть его значимость вот буданов например говорится на него тоже было штук 12 покушений а как дальше подтверждать вообще какие действия украина не очень преуспевает в наступлении в диверсионных атаках на крым где-то флаг повесить на туалете но это такое сплавать туда непонятно с какой целью тоже такое дроны запустить на рязань какие-то домашние но это тоже не проходит ну вот появилась возможность пропиариться при помощи отравления мы не знаем но на сегодняшний день я вижу с утра все несут эту весть отравили жену буданова и выясняется даже такое что оказывается она с ним буквально живет в кабинете то есть они уходят домой то есть они все время вместе я думаю жена живет в кабинете буданова по словам самого же буданова и оказывается отравленная когда ест с сослуживцами буданова а почему буданов не отравлен вообще что там происходит в наших силовых органах и меня вот вчера буквально я дописывал очередной пасквиль на то что происходит можно так сказать драму я думаю что завтра я ее опубликую а сегодня зачитаю то что у меня получилось и там скорее будет лучше понятно а что с нами происходит потому что мне кажется у нас сейчас общество в опасности у нас люди которые захватили власть всю власть всех силовиков они странные и мне кажется они не с нами как президент и как все остальные и на сегодняшний день граждане тупо не защищены с одной стороны армия воюет которая останавливает врага а с другой стороны в киеве творится нечто невероятное и по всей стране с точки зрения распускания рук силовыми органами это все равно что выпустить на людей бешеных собак и они вот сейчас бегают по улицам и кусают людей грабят под воздействием возможно наркотических веществ мне об этом много рассказывали в киеве что менты уже давно под наркотиками работают во всяком случае руководство и что страну на самом деле захватили целые наркотрафики я об этом даже боюсь подумать потому что люди должны понять в какой они сегодня опасности и очень поберечься вот то что не сделал я в свое время я не поберегся и угодил на 21 день тюрьму и они нашли мне 7 уголовных дел такое можно было творить только под управлением бездушных людей а душа человека уходит вместе с наркотиками в том числе я боюсь что у нас сейчас вот это все происходит и поэтому эти сумасшедшие фантазии без предъявления диверсантов с изоляцией вот я уверен что по жене буданова будет полная изоляция но это же военная тайна правильно это теперь никто доступа не будет иметь правильно никто ей вопрос не задаст как вы себя чувствуете а что случилось а врачи которые делали там чистку переливания мы не знаем и это все вызывает большие вопросы к руководству страны вы распустили силовые структуры и чем они занимаются вы не знаете и вы же получаете ложную информацию сегодня мне кажется самый неосведомленный или дезинформированный орган стране это администрация президента украины не тот человек который должен знать все и следить за всем как главнокомандующий а этот человек находится в состоянии искаженной информации ему тупо ничего не говорят или говорят так как выгодно спецслужбам прокуроры будут ему говорить так как им выгодно гур будет говорить так как им выгодно сбу как им выгодно кто кого пересилит и я боюсь что у нас по поведению например таких депутатов как тищенко с колл-центрами мы видим что один колл-центр нападает на другой колл-центр и мне кажется эта мафия уже схлестнулась в одной банке то есть силовые органы пошли против силовых органов и вот то что сейчас разворачивается против заложного мне кажется они начали бояться заложного в том плане что армия рано или поздно должна захотеть навести порядок потому что останавливать отлавливать бешеных собак с корочками и форме спецслужб становится непосильно спецслужбам то есть нужно уже более мощная организация которая должна навести порядок с этими спецслужбами они во время войны оказались малыми детьми которые играются спичками возле пороховой бочки покушение на шофера которое произошло два года назад там было 12 пуль в автомобиле был ранен водитель но никто не усудомил в общем-то аще общественность от результатов данного следствия и водитель со своим ранением тоже не был представлен публике а будет ли какое-то разъяснение от наших следств об на результатах этого отравления или покушения на главу разведки украины мы я думаю что мы узнаем через несколько лет или при полной смене власти мы узнаем про эти покушения наверняка документы какие-то лежат я думаю и теперь уже всем кажется что это была чистая и сценировка 12 пуль в машине и живые но такое себе покушение больше похоже на и сценировку я вспоминаю другое покушение и убийство кстати при авакове было это акуевых семья акуевых они значит выехали за город расстреляли машину и и убили он почему-то живой остался сидя рядом ни одного царапины единственное что прострелена нога мне кажется это преступление покрывало другое преступление в котором этот же акуев мне кажется участвовал но ему сделали такое алиби тогда тоже было что эту территорию замкнули так как он агент из этих самых ментов и окружили это место и журналистов близко не подпустили потому что у них были бы вопросы единственно журналисты которые подпустили к акуеву это соня кошкина но она что практически в штате мвд находилась то есть работала на них и она не задала ни одного вопроса частности был бы у меня вопрос как у журналистов а почему у тебя ни одной царапины после выстрелов по машине из автомата калашникова ну можно себе представить как разлетаются стекла а только ранение в ногу и почему только в одну они в 2 в этом интервью господин зеленский еще указал о том что политикой должны заниматься исключительно политики они военные и в этом же три он сказал о том что у нас готовится третий майдан и это все движение делают силы с российской федерации политикой должны заниматься политики они актеры а у нас сейчас все актеры включая разведку и сбу мвд все стараются пиариться потому что как-то надо светиться а еще самое главное это попадать в уши президенту и нравится администрации президента потому что сама администрация президента пытается сделать культ личности плохо получается потому что чем больше они внутри себя делают культ личности в администрации президента ни в коем случае ничего не говорит зеленскому чем хуже получается вовне рейтинги падают доверие к администрации падает политическому руководству падает и нарастает доверие к армии и залужному потому что люди устали от хаоса и неопределенности и им кажется что генерал залужный это будет определенность хоть какая-то более того что вокруг залужного начали формироваться здоровые силы общества и прошлые политики и новые понимая что он единственный кто может противостоять мафии во всяком случае такие надежды есть и мафия соответственно начинает бояться и глушить его поэтому вылазит без угла с требованием какого-то плана от военных ей кто она такая чтоб ей давать но депутат ладно но военные обычно во время войны свои планы не рассказывают тем более на 24 год это все равно что их опубликовать в кремлевском вестнике поэтому у нас я же говорю что сейчас происходит стычка и будет наверное растать между военными против которых возбуждаются огромное количество уголовных дел целью украсть у них победу или украсть у них геройство или украсть у них героизм спецслужбы которые по большому счету мы видели как и сбу первые дни войны себя вело бежала полном составе почти и вопросы буданову остаются и все это прикрывается администрации президента и смотрящими за правоохранительными органами в администрации президента я поражаюсь почему до сих пор еще американцы это терпят с европейцами но я надеюсь что у них есть какой-то стратегический план на этих людей вы упомянули обезлуге без угла она действительно стала таким ньюсмейкером на этой неделе потому что только ленивый не прокомментировал а что на самом деле она хотела этим сказать этими постами этими высказывания как вы считаете это глупость человека но как глупость когда она является заместителя главы комитета по национальной безопасности то ну как же она может быть глупым человеком или это возможно ей руководят совсем другие силы что она делает вброс для общества для того чтобы понять что-то или возможно оттянуть голоса от того что происходит потому что то что она наговорила но это же вообще не в невозможно как сейчас комментировать когда национальной безопасностью занимаются и депутатством врач то это уже говорит о некое отклонение от нормы то есть она достаточно глупо чтобы взять на себя ответственность за национальную безопасность страны а то что статус ее позволяет ставить вопросы по военным позволяет то что ее как депутатский мандат и место в этом комитете национальной обороны небезопасности используют это тоже становится очевидным для чего это делается я могу предположить что они по своей глупости предположили таким образом померить настроение людей по поводу генерала залужного ну типа мы вбросим что у него нет плана посмотрим на реакцию людей это же люди сейчас живут социальными сетями почему я говорю что у нас произошла скорее информационная революция в мозгах мы живем все социальными сетями мы оттуда берем всю информацию нам ее подсовывают в виде фейков мы иногда на них клюем а в данной ситуации у нас есть великолепный источник верховной рады депутат безу без угла без ума безума безула а вот и она запускает эту мульку что нет плана это для социальных сетей а социальные сети вот интересно отреагировали настолько жестко что они должны сильно испугаться поэтому я вижу что зеленский не позволяет себе ни одного высказывания против залужного потому что он тоже смотрит социальные сети в отличие от путина лично и социальные сети на него влияют то есть они как бы ему подсказывают его движение если он смотрит нас то я подскажу владимир александрович возьмите неожиданно для всех власть свои руки и поменяйте свое окружение на звезд которые будут отвечать где-то семь человек за все направления но не артистов а даже если вам люди не нравятся от возьмите их и возвеличьте вокруг себя и вы спасетесь потому что у вас есть единственная владимир александрович на сегодняшний день или господин или мистер президент это пока еще электоральная поддержка и власть назначать и увольнять используйте эту власть назначать или увольнять для назначения сведущих людей не не сверх патриотов ни в коем случае не а людей идейных которые что-то хотят сделать в своем направлении если это судебная реформа найдите человека номер один который будет жестко делать судебную реформу а не имитировать ее по американскому или европейскому образцу если это военная сфера то это должен быть человек который абсолютный авторитет в военном деле и для вас тоже и для всех граждан если это экономика то в экономике преобразование делать только на какой-то идее которая вам понравится поэтому в этом спасение его а если он будет продолжать идти по пути туда куда его ведет его собственная администрация это путь к поражению а потом возможно и к тюрьме почему молчит заложный от зачем ему говорить он не вступает ни в какие дебаты он не пытается оправдываться и вообще он в политическом сегменте не очень многословен он не пытается не власть ни экономические процессы не комментировать события которые происходят я думаю что на заложного сейчас прекрасно работает все крыло вся информационная машина порошенко а также обиженных политиков вот даже я со своими семью уголовными делами мечтаю о том чтобы власть зеленского прекратила свое существование потому что я не вижу для себя выхода кроме как их отставка и наказание и поэтому вокруг заложного будут сейчас объединяться все кто хочет свержения зеленского и поэтому зачем ему высказываться его наверно поддержат американцы европейцы его поддерживает достаточно мощное крыло политическая порошенко сам порошенко неоднократно заявлял о поддержке заложного и кстати для порошенко усилиться во власти ну стать премьером или главой парламента это надо чтобы президентом стал не зеленский а заложный поэтому команда зеленского выкопала себе могилу огромную яму которую она упадет это яма заключается в том что они захватили всю власть и не поделились ни с одной политической силой то есть рядом с ними никто не делит власть есть только зеленые парламент полностью захватили все комитеты весь президиум правительство полузеленое это единственный орган который еще как-то вынужден вести экономику и взаимодействует с западными банками по поводу кредитов он туда влезть просто не может а скоро если заберут у него правительство а значит финансирование то в принципе администрация президента останется висеть в воздухе так что все идет к тому что начинается перегруппировка политических сил и у них появился флагман генерал заложный они поэтому ему говорить нет смысла он суровый генерал который занят только войной спасением отечества вот такой образ категорошки мы с тобой нарисовали а вот то что пытаются с ним сделать силовики и шакалы в окружении администрации президента говорит о том что они его боятся больше им бояться никого марьяна бездумную связывает с офисом президента и лично с ермаком якобы она не самостоятельные игроки такие глупости но допустить не может она выполнять его роль и даже как-то по стилистике написания текста очень похоже на то как пишет андрей борисович свои тексты сегодня андрея борисович его писали в четвертого человека имеющие большое влияние на европейское развитие то есть журнал политика вечер политику вечером будет опубликовано кто же на первой позиции находится сегодня по влиянии европы как такое может быть что человек с администрацией президента вошел четвертую его обошло только у сула был air и на macron кажется только два человека его интересно подписали в подписи стоит зеленый кардинал киева но не смысле киева власти киева зеленый кардинал киева мы знаем что у европейцев воспоминания о кардиналах очень интересные это когда был во франции очень слабый король и сильный интриган кардинал решили вот возможно это отсыл к тем французским событиям к трем мушкетером где кардинал воевал за влияние на власть и у нас появился свой но только то был кардинал католический а это все-таки зеленый кардинал киева поэтому я не знаю это похвала ермаку или это подстава ермаку трудно определить но определенный юмор у журналистов есть потому что подпись зеленый кардинал киева говорит сама за себя а для зеленского говорит о том что зеленский не является на сегодняшний день настоящей властью потому что есть очень простое определение власти это способность человека влиять на будущее людей на будущее страны и в своих выступлениях мы видим что зеленский перестал влиять на что-либо у него идут стандартные самоотчеты за день у него идут стандартные встречи он скорее теперь актер а в виде режиссера в данной ситуации постановщика зеленого кардинала выступает ермак поэтому сегодня все понимают что вся власть сосредоточена у ермака и поэтому его французское издание называет или какой в европейское я не знаю что это политика так как вы считаете все таки первая позиция будет занята зеленским сегодня вечером или нет где в европе нет я думаю нет я же говорю что власть это способность влиять на будущее кто влияет на будущее на сегодняшний день европы вот из этой точки определения власти если мы исходим то ермак судя по всему они признают что ермак влияет на будущее европы европейской конструкции безопасности а я думаю что не включение зеленского во влиятельные лица это еще и подстава самого ермака потому что зеленский увидит это парень он ревнивый если он не прима номер один театра 95 квартала то зачем такой 95 квартал если он не прима администрации президента украины то зачем такая администрация и что это за глава который вдруг обошел самого зеленского самого к зачем такой кардинал который обошел самого короля а если он не обошел если политика делает такую-то интригу очень интересную и затягивает время для того чтобы обозначить кто же на первой позиции они еще не рассказали интерес я почти уверен что на первую позицию почти уверен что на первую позицию зеленского не поставят я бы даже больше поставил путина он больше сейчас мне кажется влияет на конфигурацию будущей безопасности европы силу того что у него прямое столкновение с украиной военная из нато опосредованно чем любой правитель европы но мне кажется больше всех влияет на сегодняшний день немцы шальц арахамия геннадий вещь много чего наговорил в своем интервью которое давал для известной пропагандистки украинской массе чук я наверное не буду ставиться на каждом пункте а зачитаю основные тезисы которые я принципе подготовил джонсон не дал закончить войну рф хочет окончание мы не хотим потому что у нас слабая позиция война до победы это референдум за снятие ответственности за решение которое будет приниматься он пытается приложить решение из-за себя на народ выборов не будет но референдум возможен фракция арахамия собирается голосовать и забирает голоса у опзж коломойского посадили но так хотел зеленской больше олигархов не посадят главное чтобы они не лезли в войну как вот это все можно прокомментировать все то что наговорил арахамия на на таком развернутом интервью который давал для канала один плюс один а в свое время сам выход на сцену 95 квартала делал из себя мини звезду и политики этому активно радовались то есть если их пародировал 95 квартал они считали себя значимыми и даже не заметили что 95 квартал уничтожал их имиджи создавая в народе и во всех определенное направление там кличко тупой тимошенко воровка ляшко петух и так далее и на сегодняшний день когда вот 9 зеленский пересел из руководства 95 квартала в кресло президента он практически производит то же самое любой человек тот который выступает от имени администрации президента от имени самого президента или от имени парламента то есть надо смотреть а кто их возвысил кто выбрал этих актеров и мы видим что свое время актера из черного квадрата арестовича сделали советником и раскрутили его как дирижабль надули до этого такие как арахамия были надуты как дирижабль а до войны он был обычным инфо цыганом то есть человек который просто рассказывал о том что он бизнесмен и врал мы видим безуглую врача которую надули до уровня дирижабля которая позволяет себе критиковать заложного мы видим что администрация президента как и девяносто пятый квартал любого человека включая свою орбиту надувает до уровня дирижабля это дирижабль к сожалению неустойчивый и когда эти дирижабли начинают пытаться говорить от себя тяну мне кажется что арахамия действовал не по заданию администрации президент а от себя он решил немножко пропиарится участвовать процессе в последнее время начали немножко забывать и поэтому наговорил слишком много лишнего но мне кажется я где-то даже прочитал что мосейчук этой пропагандистки надо дать орден за раскрытие агентурной сети потому что все люди которые через нее прошли мы помним каждое их высказывание было как вскрытие чего-то как будто бы мосейчук прошлась с какой-то метлой ведьминой по администрации президента и вскрыла нарывы вот джонсона который давал команду воевать а я тебе скажу в чем опасность таких заявлений арахамия для джонсона во всяком случае во всяком случае джонсон и все остальные политики европы очень напрягутся после этого потому что они поймут что общаясь с арахами может быть слив информации не принято в англо-сакском обществе в америке тем более великобритании давать рекомендации другим правителям что им делать они могут сочувствие высказывать намекать но давать прямые указания они не могут в данной ситуации мы видим что арахамия признался что было прямое указание то есть это больше указывает на внешнее управление то в чем нас упрекает россия короче арахамия умудрился наговорить текста который вскрыл всю шайку некомпетентности неумения недоговороспособности непредсказуемости то чем сейчас имеют дело американцы они я думаю с европейцами понимают что они имеют дело с непредсказуемой властью единственное что они сейчас могут делать пока ну чтобы во время войны не расшатать типа майдана 3 который я не верю но я думаю что они ставят задачу из этой шайки вытащить как можно больше будущих законопроектов вот типа увеличение набу каждый год будет увеличиваться на 100 человек и большей самостоятельности им смены руководства сап потому что у администрации президента надо забрать возможность назначать своих людей на бюро расследований на гбр короче у них стоят задачи законодательно закрепиться в будущем чем сейчас и занимаются они заставляют деньгами помощью принимать решения которые уничтожат том числе эту власть то сколько было разговоров и арахамия но он видел вел себя как вроде как взрослый человек который принимает решение но как только начинает его мастичок задавать вопросы он сказал следующее о том что мы не можем отвечать за все наши действия и я не могу взять на себя ответственность и за некоторые вопросы я готов вынести это все на референдум если человека принимают во власти наделяют ему такими большими полномочиями то что это означает перевести взгляд на людей и обвинить людей за принятие более сложных решений это неготовность людей отвечать за свои поступки это значит что они не сожгли до этой власти для этих должностей но прям с поэмы а вот он глупый мой народ шута он возвеличил и критика на народ идет или обращение апелляция к народу мол теперь мы вас завели в жопу а теперь вы нам скажите вылазить из жопы или не вылазить но если вы примете решение вылазить мы будем вылазить а если народ не примет решение вылазить мы останемся в жопе поэтому да это безответственно решение политиков я вот опять же в америке нахожусь и здесь второй президент сша адамс он принимал решение о том вступать в войну с францией или не вступать в войну с францией и вся большинство в америке были настроены вступать в войну с францией они считали что они победят и так далее но адамс оценивал это по-другому он считал что франция очень сильна у нее великолепный флот а молодая американская держава на то время а он был только вторым президентом не готова к войне потом он прошел войну и он знает что такое война и сколько это горе и поэтому он принял решение пойти на уступки франции и не вступать войну и за это он поплатился своего президентского поста на второй срок его не выбрали после него по моему пришел джефферсон но величие адамса заключается в том что он не позволил уничтожить государственность сша вот так оценивают историки что в противном случае могло произойти все что угодно франция могла захватить вашингтон но не вступил войну это ответственный политик который сохраняя свое государство свое наследие принимает стратегически верное решение наградой адамсу было то что пятым по моему президентом или шестым был уже его сын вот так история награждает потомков за то что они их родители принимали правильное решение как будет награждать арахамия потомки и зеленского и администрацию президента мне кажется проклинать политическая династия это хорошо или плохо вы сейчас упомянули о том что сын становился тоже президентом есть в америке такое правило есть в америке тоже потом повторялись как мы видим из бушами с клинтонами что там тоже люди целые политические династии выращиваются и они имеют хорошее образование они имеют хорошую культуру воспитания что творится у нас мы не передадем наследство нашим детям не этой политики которая сейчас при власти не передадут ли они своим детям по наследству и эти дети способны управлять они способны становиться лучше своих родителей в развитии или нет я тут в саванне был и ходил по дому богатого человека рабовладельца он торговал рабами у него был самый большой дом саванне этот дом сейчас дом музей с фотографиями жены любовниц рабынь вот и я подумал мы же не ходим по дому бедного человека да то есть богатый человек даже рабовладелец передал в наследие своим потомкам а они уже этот дом наверное они преуспели передали правительству или там саванне и там сейчас это музей дело в том что мне кажется политический класс надо готовить заранее люди должны получать образование знать философов знать историю и когда они приходят уже в политику они приходят готовыми потому что ну а дальше человеческие черты у них тоже воспитывают родители династии воспитываются дедушками на самом деле прадедушками они больше влияют на внуков чем даже родители родители могут быть правильным неправильном дедушки и прошлое сильно влияет и поэтому выращивать потомственных бизнесменов потомственных политиков потомственных владельцев вот соединенной штаты америки выращивают потомственных вот уже больше двухсот лет основываясь на хорошей Конституции, основываясь на верховенстве права. А мы 200 лет вначале пытались создать государство и не могли. Сейчас создано и у нас уже 30 лет государство, и мы пытаемся его потерять. Потому что по наследству у нас вообще ни хрена не передаётся. Ни политический класс, ни бизнес-класс, никто. Потому что приходят новые, и всё начинают врать по-новому. Поэтому это хорошо, когда приходит наследие, и мы можем опереться на опыт дедушек и бабушек. Я поставил риторический вопрос там в одном из своих телеграмм, инстаграмм, что а кто помнит своих дедушек и бабушек, прадедушек? И у нас, я думаю, что 90% населения не знают, кем они были. Но они не знают даже с какого класса. У меня был всегда, как у психолога, простой вопрос. А кем были ваши предки тысячу лет назад, а 200 лет назад? Кто помнит? Потому что по наследию ничего не передали. Поэтому сейчас тоже стоит вопрос, а что, собственно, мы передадим детям в нашей стране? Если мы допустили, что ее разрушают, и Россия разрушает, и, как выяснилось, Европа пытается, и мы сами, и один вывод делаешь, мы должны спасти, спасите нас от нас самих. Вот я бы так сказал. Я помню, что мой прапрадед был скрипачом. Больше ничего о нем не помню, и больше ничего не знаю про свои истории. К сожалению, у нас ничего больше не сохранилось. Дед ОДДО, наверное, мы помним. Вы говорили про Америку сейчас. У нас, в общем-то, приближается Новый год. Остался один месяц до окончания Нового года. С бюджетом у нас беда. Путин подписал, вроде как вчера, бюджет, где увеличилось сигнование. У них военный бюджет уже превышает 40% от вообще дохода всей страны. Когда мы смотрим на Америку, и у нас сводки сейчас получаются, Америка должна в этом году отдать практически 7 триллионов внешнего долга. А доходность составляет, вроде как, 5 миллиардов. В этой всей истории... Триллионы, миллиарды. Триллионы, да, триллионы. Юра, это самое, люди запутаются. Это бесполезно изучать то, чего нам не подвластно. Мы смотрим на чужую экономику. Я просто хочу задать вопрос. Мы вписываемся в эту схему. Нам будет оказана помощь до конца года, потому что наша экономика вообще никуда не идет. Наши люди сегодня думают, и мы сегодня тратим уже половину денег на питание. Мы экономим на всем. Справимся ли на следующий год? И что будет с военными действиями? Хватит ли на армию для того, чтобы мы удержали хотя бы те позиции, которые есть сегодня? Думаю, что у американцев стоит задача спасти нас от нас. И поэтому, так как принято стратегическое решение, а это люди, которые, англосаксы, которые, если за что-то взялись, они будут решать вопрос. Всегда. Они уже выиграли, можно сказать, Украину. Потому что на сегодняшний день Украина делится примерно 80 на 20. Россия контролирует около 20% территории Украины. И, в принципе, те разговоры, которые идут в мире, говорит о том, что, наверное, это статус-кво по корейскому варианту и выйдут. 80 на 20. И вот эти 80% территории, а самое главное, общество, украинский народ, американцы не бросят. Но они будут спасать нас от нас. От нашего собственного выбора, то есть от нашего собственного президента. От нашего собственного избранного нами парламента. И правительство, наверное, будут менять. Если произойдет смена правительства, так как предполагается, на Маркарову, то это значит, что принято решение вкладывать в мирный процесс. Потому что Шмыгаль должен забрать на себя и это правительство, которое уйдет, всю ответственность за проебанную экономику. А новое правительство, наверное, будет уже правительством реформаторов и финансистов, которые обеспечат вхождение денег на территорию Украины. Поэтому горячо болеем за то, чтобы американцы быстрее нам сменили правительство. Мы, как народ, не способны это сделать и повлиять на администрацию президента, особенно во время войны. А вот американцы путем дать, не дать деньги или кому они дают, думают, что они способны сменить правительство. И тогда будет изменен центр притяжения политического. Правительство и Маркарова превратится в новый центр притяжения. Возможно, тогда в парламенте возникнет новая коалиция, может быть, даже и счастье зеленых. Ну а самое главное, что зловещая фигура генерала Залужного буквально нависает над администрацией президента и всеми силовыми органами Украины. В которых творится вообще непонятно что. И зачем они. Но то, что они нюхают и бегают за гражданами, грабя их, это стало уже очевидно всем. Смена власти в развитых апельсинских странах происходит как-то очень быстро. И часто меняется правительство, часто меняется премьер-министр из-за того, что есть недоверие к власти. А перевыборы парламентов тоже происходят практически досрочно. Во многих странах и это в порядке вещей. В Украине любая власть, любой премьер-министр, президент, Верховная Рада держатся до последнего. Они держатся когтями за свой срок. Но даже перевоплощение в то, что сделать пятилетний срок, каждый раз увеличивая неизбираемость власти и продлить свой пребывание во власти. С чем оно связано? Почему люди так боятся потерять политическую власть в нашей стране? Потому что, уходя с политической арены за рубежом, оппозиция никуда не уходит. Она просто пересаживается в другие кресла. Например, в Америке и в Европах законодательно закреплено право оппозиции на контроль части парламента. То есть 30% власти у оппозиции всегда остаются. Это все контролирующие комитеты. Соответственно, государственный механизм работает так, что он зависим, с одной стороны, от исполнительной власти и от руководителя. Но, с другой стороны, он зависим также и от оппозиции. Все прекрасно понимают, что в следующий политический сезон придет оппозиция. Но это не будет катастрофой для политического класса. У нас же, когда происходит смена власти, вот типа вместо Януковича пришел Порошенко, а где все Януковские? А вместо Зеленского пришел Порошенко, а где все Порошенковские? Политический класс. Осталось очень мало в парламенте людей Порошенко. А самое главное, что парламент взял и захватил все контролирующие комитеты. То есть, получается, что зеленые контролируют зеленых в одной политической кормушке. То есть, они пошли дальше всех, забрали всю власть себе, выкопав себе катастрофическое будущее. Потому что следующий, кто бы ни пришел, он должен будет наказать их, весь политический класс, всех зеленых. Они все под ударом с одной стороны и НАБУ, с другой стороны грабителей с СБУ и ментов, которые в будущем будут их грабить, а следом налоговики придут. А самое главное, бежать точно в Россию они не смогут. А в Европах их ничего хорошего тоже не ждет, потому что они попали под мониторинг ПИПов. Теперь они все ПИПы или ПИБы, публичные особы. До вечно. Навсегда. Нет, не является ли главной причиной то, что у нас политический бомон связан напрямую с финансами, с экономикой. То, что все потоки завязаны обязательно, конечно же, на управление властью. То, что не политика рулит здесь, а вот каждый человек, каждый чиновник находится, потому что имеет влияние на финансовые потоки. И главная причина это отстранение вообще политического бомонда и страны от экономики, о чем вы неоднократно говорили. А у нас нет экономики, у нас все наживаются исключительно за государственный счет. По сути, они смотрят на государство как на средство наживы. Поэтому это общеизвестный факт. Честным бизнесом у нас заработать деньги редко кто может. И то в очень простом бизнесе, типа недвижимости, где, в принципе, хотя и потерять можно, как я вижу на своем примере. Поэтому весь политический класс замурзан в коррупции. Я не побоюсь этого слова, весь. Но когда мне говорят, а что вы всех, есть доказательства, а мне не надо доказательств. У них нет других источников существования, кроме коррупции. Потому что те зарплаты, которые они получают, не позволяют жить им в Киеве. Те зарплаты секретаршей, допустим, президента, которая получает в конверте, наверное, скажете, а у вас есть доказательства? Нету. Но ее маленькая зарплата говорит о том, что она не может существовать сама по себе на зарплату. Значит, ей доплачивают. Доплачивают с каких источников? Из кармана президента? Нет. Значит, есть некие фонды, которые собирают туда деньги. И мы еще узнаем об этих фондах, о фонде притулы, о фондах сбора денег бесконечных, о фондах, которые распределяют вплоть до Министерства цифры, куда деньги уходят. Мы еще много узнаем коррупционных схем при смене власти. Вот ты в предыдущем вопросе сказал, а что они так цепляются? Они понимают, что это конец. То есть потеря власти у нас это конец. Я помню, тогда для меня было в диковинку, Кирпа был такой, глава этого, железной дороги. И власть поменялась, он повесился у себя в царском вагоне. То есть многие будут выпадать из окна, некоторые вешатся, некоторые попытаются уйти в бега, встать на лыжи. Но политический класс зеленых закончится. Раз их уже политику называет их главного кардинала кардиналом, то это уже намеки. Все больше разговоров идут о выборах. И вот один из ваших подписчиков, Владислав Журжа Сумани, задает вопрос и такое предложение, просил вам озвучить, что если мы повторим то же самое, что делал Зеленский, создадим фильм под названием «Налоговый рай», в котором объясним, как будет устроено новое государство, потому что он таким образом видит донесение информации до граждан, фильм, который можно покрутить по всем телеканалам, рассказать. Хорошая идея, 5 миллионов долларов, и мы снимем фильм. У него есть? Может 10? Я же не знаю, сколько стоил сериал «Слуга народа», сколько сценаристов там работал, сколько кокаина они вынюхали, пока они эти чудо-съемки делали с расстрелом парламента, с захоронением президента. Понимаешь, предложение отличное. Давай и полетим на Марс. Хорошо. И продемонстрируем силу финансового рая на Марсе. Это все фантазии. А реальность такова, что деньги дают тому и те, во-первых, у кого они есть. Так как деньги, начиная с 10-го, 12-го года, оказались у некой мафиозной группировки, возможно, связанной с наркотрафиками, силовыми органами, то они смогли вырастить, даже не вырастить, а взять в наем актера-президента. И через эти фильмы, через 95-й квартал все стали заинтересованными, чтобы он стал президентом. Не имея никакого политического опыта, класса, бэкграунда с политикой, вообще без высшего образования, без ничего. То есть очень пустой актер. И они его сделали. И через него они получили доступ ко всей власти. Почему такие зеленые странные для нас? Потому что каждого зеленого депутата по шкребе, он посланник какого-нибудь мафиозного круга с какого-то города. Или это место было куплено, потому что продавались места. Или это в долг дали. Но мафиозные группы де-факто захватили парламент и администрацию президента. И на сегодняшний день другого способа возвращать деньги, кроме продажи мест на должности у них нет. На продажу выставлены все директорские должности государственных предприятий. На продажу выставлены все потоки, я имею ввиду таможни и все остальное, которые таскают деньги на самый верх. И такое государство, ну мы скажем так, что такое впечатление, что у нас Пабло Эскобара захватил всю власть. Как это будет? Ну а когда Колумбия договорилась с американцами, они договорились, что таких как мафиозных Пабло Эскобар надо выдавать Америке. Возможно и нам надо весь этот политический класс выдавать Америке. Потому что наш народ не в состоянии на сегодняшний день справиться с мафией. Мафия захватила Украину, народ. Более того, война позволила им все это засекретить и одеть военную форму, взять корочки в руки и заняться тем же самым мафиозным бизнесом, а это проституция, наркотики, поставка контрабанды, все взято под контроль людьми в погонах, которые должны нас защищать. У них же подкуплены суды. И поэтому вот это все сейчас над народом. И народ ведет войну на два фронта. С одной стороны он страдает от войны и поставляет туда тела людей. И, как ему говорят, защищает Европу, Америку и весь мир, спасая от голода детей Африки. А на самом деле народ жертва геноцида со всех сторон. А государственный аппарат это те люди, которые свой народ гнобят, грабят. То есть они мне больше даже напоминают племя, которое продает свое племя в рабство. Владислав Журжа, я задал вас вопрос. Спасибо большое, что вы комментируете. И спасибо всем тем, кто ставит лайки, поддерживает канал, задает вопросы и участвует тоже в обсуждении всех тем, которые мы поднимаем на этом канале. До новых встреч тогда. Спасибо. Встретимся через неделю. Спасибо.